всем привет продолжаем изучать тестирование тестирование на на спринге сегодня мы посмотрим как протестировать наш res controller каким образом мы можем использовать заглушки для нашего репозитория для этого я уже создал очень и очень простой ресервис я сперва определил модель модель то есть здесь ничего особенного со всеми возможными конструкторами сразу определил этот конструктор мне нужно чтобы делать удобную заглушку этот дефолтный конструктор у нас требуется по спецификации gpa ну и этот конструктор может в будущем понадобится не знаю посмотрим еще так нам нужен репозиторий стандартный репозиторий и собственно сам контроллер с контроллер который у нас срабатывает по пути api produced application json внедряем сюда наш репозиторий и реализуем два простых гитма пинка гитма пинпа и и гитма пин и здесь я сделал очень упрощенный вариант то есть я с некорректно и некорректно и тестировать не буду хотя можно было бы сделать типа типа not found не знаю может мы может конце изменим может конце изменим так и я сделал еще прелод прелод база данных может понадобится не может не понадобится так на будущее создал такой вот небольшой прелод окей теперь теперь идем и создадим создадим наш тест для book контроллер жмем alt enter create тест выбираем оба метода цвета бы форме не нужен жмем окей и поехали здесь мы будем пользоваться очень очень похожим как мы делали тест юзере то есть мы используем раввис спринт бут только мы замесе спринт бута и будем использовать немножечко другое и и и и поехали вы из spring runner класс и здесь мы используем web mvc тест и здесь мы укажем наш контроллер сразу окей поскольку мы здесь будем имитировать раб вот ради чего мы тест вот этот вообще делаем для контроля нам нужно проверить работоспособность нашего контроллера что он нам что он правильно а нам отвечает для этих целей нам нужен нам спринт поставляет некий некий специальный мог который мы должны заинжекте специальный мог мог мвс и вот такой вот мог и и так же нам нужен мог бинг мог бинг для нашего репозитория правит 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 я надеюсь вы понимаете почему нужен мог нет никакого смысла юзать базу там с миллионами записи возможно мы сделать мог заполним его некоторыми значениями и протестируем на них окей поехали сперва нам нужно описать значит мог значит пишем в н то есть когда так когда значит у нас из рипа сработает find он мы цены returns так и здесь я передам пуки значит бук 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 здесь пишу акка инэкшен и вильямс вильямс это первая книжка вторая книжка бук так так скала профессор на программинг и о д ски окей вот мы сделали заглушку и организовали ей некие данные то есть когда будет вызываться метод рипа find all то подставится в вот эти данные а когда он данный метод будет срабатывать когда мы будем имитировать работу работу нашего контроллера то есть когда мы выполним метод нет так какой то список огромный давайте я просто пропишу таким образом гет гет статик гет статик гет статик спринг тест веб сервилет реквест статик гет так вот когда я вызову вот этот метод апи вот здесь у меня же будет осуществлен метод rippo find all и вот когда у меня будет вызвал меня подставиться благодаря механизму моков вот эти данные и теперь я их тестирую для начала я протестирую статус что вообще все хорошо и опять статический метод импорт статус из окей дальше что я могу я могу инспектировать я инспектировать могу на размер здесь мы используем джейсон по здесь вот вот такой вот необычный синтаксис используется запомню так это позже заполняя ой запоминать его не знаю даже какое удовольствие но если напишите множество раз теста наверное это не будет большой проблемой так здесь мы берем разалт так вот мы проверили на количество мы же ожидаем здесь два элемента и мы ожидаем здесь два элемента так вот это вот подчеркивание просит exception просит exception окей дать дадим ему exception и давайте проэкспентируем на еще находящие элементы каким образом это можно сделать то есть проверить конкретно элементы снова здесь используем сон пас здесь вот вот такой вот необычный и синтаксис используется контейнт скан к тэнт и и не с мешая сканта из вот здесь я передам 12 потому что у меня вот 12 то есть я ожидаю список в котором у которого айди у которого айди будет 12 также я могу протестировать допустим вот ауто 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 то есть список вот на эти значения порядок здесь не по жангин и не ордер то есть я просто проверяю что просто проверяю что у меня в данном данном списке джейсона да в каждом джейсоне в одном из них будет видеть автор другом будет адерский окей давайте проверим все это дело а затем заполним наш get by айди так как мы видим все отработало на ура на ура давайте заполнять второй метод как вы наверно уже загадываете все то же самое будет я даже скопирую и вставлю и сделаю небольшие небольшие изменения значит так файн бай так и здесь я и не и не и не и не и не и не лонг значит по любому лонгу по любому лонгу да я отдам вот эту книжку вот эту так что я тут неправильно сделал а у меня общину уже отдает общину вот вот сейчас все корректно у меня конкретно вот рипа отдает общину теперь делаем 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 запрос ну допустим делаем запрос по одному так здесь снова нужно бросить эксепшен окей по одному статус вот снова 200 у нас вернет здесь это нам уже не нужно потому что всегда будет отдавать одну книжку значит айди и айди здесь уже не список поэтому мы это дело удалим здесь мы используем и квал и квал то и квал то здесь чему эквивалентно у нас единица и вот этому все дело тоже удаляем и и квал то и здесь мы пишем вот этот вот вильямс так скобочку забыл и здесь опять скобочку забыл окей все все готово можно запустить можно запустить путь сделал тут ошибку не могу еще привыкнуть к этому синтаксису то есть здесь мы ставим знак доллара точку айди знак доллара точку аутер а когда мы работаем со списком мы долл потом квадратные скобочки звездочку вот так вот напишем тесты пару сотен раз и привыкнем но пока да не очень не очень привычно запоминать все это дело ладно что имеем то имеем зато все отработало зато все отработало то есть вот вот так вот очень просто мы можем проинспектировать работу нашего контроллера здесь мы используем некий некий скажем так некий мог мвс с помощью которого мы имитируем работу клиента то есть мы выполняем запрос а затем получаем какой-то ответ и мы этот ответ и инспектируем инспектируем когда мы имитируем запрос мы используем еще репозиторий и мы его при подготовительном мы его мокаем и снабжаем его некоторыми данными снабжаем его некоторыми данными вот такой вот очень и очень простой вариант Очень-очень простой вариант. Окей. Пожалуй, пожалуй, на этом все. Следующее рассмотрим, как сделать это с таймлифом. То же самое, но с таймлифом. Окей. Изучайте Spring. Любите тестирование. See you next time. Продолжение следует.